Огромное количество бездарностей, они все в топах. Моргенштерн или кого вы говорите? Что? Слава Мерлова. Какие странные слова у вас. В 90-е, наверное, так и про вас думали. Радужные песни и реальность совмещаются всегда. Какая-то обида чувствуется как бы. На кого? На молодежь чуть-чуть, нет? У меня есть обиды на вас. Я фотоофоб, я вам скажу. Я ненавижу людей, я их боюсь. Мы все с друзьями играли в бойцовский клуб. И в доле. Ну, сейчас давай руки будем тебе ломать, чтобы ты не мог своей больше песни писать. И я побежал за портвеном. Так началась моя карьера. Ну, очень долго рассказывай, ладно. Но это правда интересно. ФСБ, напугайтесь. Феодальная сеть баров, как на дрожжах растут. Рюмочные. Хали-гали, пара, тропя и весь. Танцы, чебуреки и настойки. Я сам гоню настойки. Это уже старческое. Боже, ты в 90-х родился, что ли? Не хочешь? Не понял. Пей. Просьба взрослых убрать от экранов ваших детей. Времена пафосных и этих, конечно, начинают проходить. Хотя они все живут в долг. Все привыкли, что тут перезаймут, тут возьмут. Времена 90-х концертов было 35 в месяц. Это и по два в день, и по три в день. Сейчас Сергею Евгеньевичу непросто. Сергей Евгеньевич уже возрастной человек. Там всегда сидит Сергей Жуков. Вон он лежит уже. Сергей, привет. Я сейчас тот, у кого вы берете интервью. И, значит, я все сделал правильно. Ну, я, кстати, родился в 90-х. Вот. Это самое главное. Привет, друзья. Это Нефарбсы. Меня зовут Ярослав Бабушкин. И сегодня мы пришли в гости к очень медийному предпринимателю. Музыканту, основателю группы «Руки вверх» Сергею Жукову. Несмотря на то, что Сергей считается одной из главных звезд 90-х, на его концертах и сегодня собираются десятки тысяч человек. И это не та старперская тусовка с супердискотеки, а зачастую совсем молодые люди. А он тебя тует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердце прижимает. Летом 2022 года «Руки вверх» собрали лужники. Под песню Жукова одновременно прыгали 72 тысячи человек. Чужие губы тебя ласкают. Чужие губы и шерчут тебе. Что ты одна, ты одна такая, чужая стала со мной в шерчетке. Музыканту! Но бизнес Сергея не заканчивается гастролями и монетизацией с песен. Мало кто знает, но когда-то он был IT-предпринимателем. В 2004 году Жуков стал сооснователем компании IT-территорий, занимавшейся разработкой онлайн-игр. В 2007 компанию выкупил колдинг Mail.ru. По разным оценкам они заплатили от 3,5 до 4 миллионов долларов. После у нашего героя появился целый ряд новых бизнесов. Более 10 лет назад он открыл сеть «Руки вверх» баров, которая генерирует солидные обороты – более 1 миллиарда рублей за прошлый год. Сеть включает около 30 заведений по всей стране. Вместе с женой Региной 7 лет назад запустил сеть семейных кондитерских «Любовь и сладости». Сергей выращивает клубнику в Карелии. К тому же Жуков еще и продюсер. Он основал «Руки вверх продакшн». Его команда производит фильмы и сериалы. Например, Евгений с телеканала «Пятница» был снят полностью творческой группой нашего героя. Сергей там в главной роли. Играет музыкального гения, который пишет хиты российским звездам. Ольга Игоревна, вы и певица, и актриса. Вас знают миллионы. Да что там говорить, вы феномен? Феномен. Феномен! Ну куда ему столько увлечений и бизнесов? Пойдемте узнаем. Не форсы. Друзья, в наших выпусках часто появляются блогеры с миллионами подписчиков, которые рассказывают о том, как они зарабатывают миллионы на рекламе. Частенько не забывая упомянуть о том, как платят сотни тысяч рублей налогов ежемесячно. Все понимают, что налоги платить надо, но, судя по сводкам новостей, не у всех это получается. Что делать? Пригласить на работу грамотного бухгалтера, юриста и налогового консультанта дорого. Доверить вести учет специалистам-фрилансерам ненадежно. Разбираться в бухгалтерском и налоговом учете самостоятельно – это вообще не вариант. Ведь для любого предпринимателя время – это деньги. С каждым днем все больше предпринимателей обращается в аутсорсинг в бухгалтерию «Мое дело». Она значительно дешевле штатной команды, ответственность прописана в договоре, ну и, конечно, освободит ваше время. Ведь пока вы занимаетесь бизнесом, команда под руководством главного бухгалтера возьмет на себя общение с налоговой, наведет порядок в бухгалтерии, отчитается за сотрудников, снизит налоговую нагрузку с учетом требований закона. Команду подберут под специфику вашего бизнеса, и она будет состоять из ведущего бухгалтера, юриста, налогового консультанта, бухгалтера по зарплате и бизнес-ассистента. И все это под контролем главного бухгалтера. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке под этим видео. И не забудьте упомянуть промокод Forbes, чтобы получить скидку целых 25% на аутсорсинг бухгалтерии «Мое дело». Не форсы. Здравствуйте, Сергей. Вы пошли в игровой бизнес в начале нулевых, потому что вы прямо настоящий геймер, то есть вы в этом разбираетесь и погружены. Вы идете в проекты, когда вы в них понимаете что-то? Эта история известна, я думаю, очень многим, но надо ее рассказать, потому что молодежь и новые читатели, и зрители могут этого не знать. Дело в том, что как раз игровой бизнес и IT вообще вся история в моей жизни, она всего-навсего связана с обидой. Дело в том, что все началось с обиды и переросло в огромный успех. Как правило, видите, и правда должен произойти какой-то триггер для того, чтобы человек что-то все-таки сделал большое, какой-то шаг очень серьезный. Мы все, мы все с друзьями играли в игру под названием «Бойцовский клуб». Это очень популярная игра в 2000-х. «Бойцовский клуб» – это браузерная игра, где ты заходишь, объединяешься в банды, и друг с другом рубишься. Кольцо всевластия, меч такой-то и все прочее. Мы играли, естественно, эта игра требует вложений денежных, и понятно, что самые крутые игроки должны вкладывать, прокачивать своего персонажа. Сейчас это уже все знают. Тогда только все начиналось, и поэтому тогда это было только первое начало. И, соответственно, я имел такую возможность, благо все-таки был человек состоятельным, поэтому, естественно, я прокачался до очень серьезного персонажа. Мой ник в игре был «Тот, кого нельзя называть». Сейчас наши все игроки БК вспомнят, поймут, кто это был. «Тот, кого нельзя называть», я вступил в самый крутой клан, все вот это, и у нас были встречи с кланом в офлайне. Мы встречались, и вот на встречу приезжают директоры заправок, владелец заводов, оказывается, все эти люди, большие бородатые дядьки, то есть старше меня там в три раза, все бизнесмены, все предденьги, миллионеры, значит, сын мэра какого-то одного из городов. Я вообще в шоке. Ну, а я еще не хотел идти, потому что я все-таки узнаваемая личность, но все равно клан, ну, как бы надо разок. И вот мы все подружились, подружились, и, в общем, очень долго рассказываю, ладно, но это правда интересно. И, в общем, в один прекрасный день создатель игры, создатель игры, вот, взял и стер наш клан. Он просто его взял из игры и вытер. Вы слишком были крутыми, что ли? Да, мы просто стали рулить практически всей игрой, потому что, вот, и стали диктовать свои правила, потому что там реально все... Олигархи игры. Назовем это так. Он взял это просто и пошел по самому гнусному, как бы, историю, по гнусному развитию событий. Он просто вытер, и все. Учитывая, сколько мы вложили, там, десятков тысяч долларов, там, в это все, да, учитывая, что все это люди уважаемые и так далее, ну, вот, это был там скандал. Ну, во-первых, из игры сразу отток был страшнейший. Вот, и, значит, мы встречались с ним по-хорошему, полупо-плохому, там, ну, никак не решался вопрос, вот. И вот эта обида, и вот эта вот злость, и вот эта вот, ну, обида, да, назовем так, не то чтобы даже конкретно на него, а вообще на то, что с нами сделали, завело нас туда, что мы сели с тремя, вот как раз я и еще двое игроков из моего клана, вот, мы сели и сказали, а давайте сделаем игру намного круче бойцовского клуба, и просто уничтожим его, но санкционно по бизнесу. Сделаем игру, чтобы от него все ушли к нам. Ну, все такие, блин, игру, ну, это же серьезно. Мы говорим, ну, слушайте, мы столько в игру вложили, что можем взять и вложиться в разработку, ничего тут такого нет. Давайте хотя бы посчитаем. Мы посчитали, посчитали, сколько каждый должен вложить, у каждого из нас такие деньги были, мы взяли и вложились. Мы открыли офис, вот, значит, мы собрали, опять же, среди вот всех игроков самых крутейших 3D-художников, значит, аниматоров, собрали программистов. Больше там 25 человек переехало в Москву с разных городов, поселились прямо в этом офисе, спали, ели и так далее. Мы полтора года писали игру. Но вы туда ходили как на работу? Да, конечно, это схема. Мы сидели, скиллы, думали, как правильно сделать. Мы хотели, чтобы просто это было еще интересней. Мы придумали просто какие-то уникальные на тот момент интересные ходы. Мы уже до начала игры, за полгода начали игру в офлайне. Я придумал персонажей. Мы на улицах Москвы их запускали, актеров, люди их искали, бегали. Это было просто безумное промо. Все ждали до такой степени. И мы открылись. Мы открылись, полетели в День космонавтики 12 апреля. Да? 12 апреля? Да. Да. Вот. Мы нажали кнопку, и сервера упали через минуту полностью все. Зашло 150 тысяч человек. Вот. Сервера упали сразу же. Мы минут 40 пытались восстановить. Восстановили. В общем, за первый месяц мы стали главной игрой в стране. И половина бойцовского клуба перешло в игру. Игра называлась «Территория». Соответственно, все. Мы, значит, росли как на дрожжах. Увеличился штат, увеличились люди. У нас было интереснее, красивее. Мы перенесли игру из вот этих там мечей и так далее в реальность. Там уже были кланы, уже настоящие. Уже были тачки, оружие, спортивные автомобили. Все хотели играть в реальность. Ну вот. И, соответственно, все было классно. Ну и вот к вопросу о том, как удалось это сделать. В один прекрасный день, то есть это где-то через уже год-полтора после выхода игры, когда мы уже стали зарабатывать безумные деньги. Я теперь знаю, сколько зарабатывают игры на шмоте и на дополнительных продажах. Это какие-то баснословные деньги. Но тогда эти деньги зарабатывались смс-ками. Понимаете, тогда еще не было способов облаты, карточек и так далее. Поэтому люди посылали платные смс-ки. Могли покупать те или иные допы. И когда мы, образно говоря, в месяц только по 150 тысяч долларов получали смс-ок. То есть это было, конечно, какой-то, не знаю, что. Для нас мы сидели и думали. Мы из простой злости и обиды смогли сделать большую машину, которая работает, причем работает как часы. И в этот момент на нас вышло руководство Майору. Это Гришин Дмитрий тогда был? Да, Дмитрий Гришин, Аня Артамонова. И, значит, мы в тот момент опешили, потому что, ну, в смысле, они сказали, что очень хотят развивать игровую, значит, направленность. Свою игровую направленность. И поэтому рассматривать несколько игр к покупке, ну, в том числе территорию. Ну, вот. Мы сказали, да нет, мы не продаемся и так далее. Но вдруг предложили такую цену, что отказаться было, ну, просто практически нереально. 4 миллиона долларов я где-то читал. Примерно так. Где-то так. Ну, я получил миллион. И мы могли бы продать больше. То есть, там, знаете же, в бизнесе есть индексация, есть там иксы, есть, значит, история... Мультипликаторы и прочее. Вот мультипликаторы, да, за то, что, типа, мы не стали этого все высчитывать. Хотя могли бы и, наверное, бы дожали. Но мои все партнеры сказали, Сереж, лучше давай не гневить, как бы, это, судьбу. И раз такое есть, давай все-таки заработаем. Мы заработали, и вот в этот момент, наверное, самый грустный в истории моей жизни, вот, пусть это будет самый грустный, вот, скажем так, да, я просто понял, что я полтора года просидел в подвале, значит, с программистами, значит, и прочее, немножечко подзабив на руки Верховскую, там, какую-то тему и вообще музыкальную. И, конечно, ну, то есть, ну, при всей интересной сфере, там, игрового бизнеса, геймлинга и вообще все прочее, это, конечно, здорово. Мы еще разработали несколько игр, вы просто не знаете, это и Жуки, которые тоже Майл.ру потом купила, это, значит, мы сделали еще очень много пиксельных, и, значит, небольших игр, которые потом вывела Алиса Чумаченко в отдельную структуру. И сделала одну из самых крупнейших компаний в мире, гейминсайт, которые, значит, потом продались, там, с Игорем Моценюком за 300 миллионов на Западе. Ну, то есть, они пошли и остались в игровом бизнесе, а я решил заниматься цифровой музыкой и открыть портал mp3.ru. Да, вложил туда, значит, там, порядка 200 тысяч долларов своих, начал подписывать контракты со всем миром на каталоге, на авторские права. И после открытия купила 10 человек за деньги песни, вот, а в тот момент было огромное количество пиратских сайтов, где это все можно было качать бесплатно. Да, заяцев нет, а мы прочие всякие. Заяцев еще тогда даже не было, да, вот. И, значит... Опередили вы, короче, время. И я опередил время, как сейчас кажется, я говорю, этот был самый грустный момент, когда я просто понял, что это не работает, а я потратил на это деньги и время. И плюс еще не остался в том бизнесе, который у ребят просто попер как на дрожжах. Локти кусали? Да, я кусал локти, надо честно признаться. Ну, а как? Ну, конечно. Но, с другой стороны, жизнь же все расставляет на свои места, и поэтому я сейчас тот, у кого вы берете интервью, и, значит, я все сделал правильно, понимаете? Вот. И я счастлив, что я в тот момент, может быть, не ушел с головой туда, потому что, может быть, мы сейчас говорили бы уже со мной как создателем какой-то большой игровой студии мировой или еще что-то, да? Но не как с человеком, который 25 лет в руки вверх продолжает собирать самый большой стадион страны. А с Юрием Миллером тогда не познакомились в Мэлле? Мы были знакомы, ну, буквально чуть-чуть. Мы все-таки общались больше с Дмитрием. Вот. Вообще, вы знаете, все топ-менеджеры, которые, вот, образно говоря, были, то есть, они все в тот момент были нашими ровесниками. То есть, это были очень молодые, да, горящие люди, которые впоследствии дослуживались до вице-президентов, до президентов. Ну, то есть, тогда еще это были, ну, просто топ-менеджеры. Это просто тогда произошло, вот это предложение вам. Да, конечно. И, я говорю, и сейчас очень приятно встречаться со многими из них, которые впоследствии там открывали, я не знаю, там, огромные там системы денежных переводов, там, да, или там какие-то большие там банковские истории. То есть, а ты с ними тогда еще в рамках просто своего, своего игрового там начала, да, общался просто как с обычными Серегами, Лехами, Мишками и так далее. Ну, вот. И поэтому это дает определенное тоже, ну, скажем так, понимание, уверенность, что любой человек может добиваться очень многого, если захочет. Поэтому я-то знаю их еще, вот я говорю, со всеми мальчишками, пацанами, а теперь, извините, там, не знаю, Игорь Иванович, Юрий Петрович на прием. Вы не приятельствуете с Гришиным там, с остальными? Нет, нет. Я уверен, что мы при встрече там будем рады друг друга видеть. Мы абсолютно, ну, в этом отношении, то есть, не видели все эти годы. Пересекались, наверное, на каких-то конференциях, может быть, еще что-то где-то по каким-то там своим историям. Вот. Это же касается и телеканалов, и радиостанций. Знаете, мы же знакомы, ну, со всеми программными директорами каждой станции, директорами всех телевизионных каналов. Поэтому сколько их поменялось за эти 25 лет, понимаете, а мы-то продолжаем оставаться в эфире. И поэтому я говорю, вот это интересно, что спустя много лет там есть хорошие приятельские отношения со многими. Я не знаю никого из российского шоу-бизнеса, кто продавал хотя бы какую-нибудь компанию крупному холдингу. А у вас это случилось очень давно. Это безумно крутой факт биографии, на мой взгляд. Я хочу понять природу вот этой вашей предприимчивости и при этом творчества. Прямо сначала. Вы давно были в Димитровграде? В Димитровграде я был год-два назад, наверное. Ну, после смерти папы. То есть мама очень часто у меня в Москве. И поэтому как таковые вообще поездки в Димитровград, они, соответственно, достаточно бесцельны. Понятно, что там живут мои братья, двоюродные сестры. Определенная часть родственников. Друзей, к сожалению, у меня с детства там не осталось. И вот так обоснованно куда-то ехать к чему-то или к кому-то, конечно, нет. Но приехать к папе на могилку, наверное, да. То есть иногда получается. И то делают, когда, например, нахожусь в Ульяновске, в Самаре на гастролях, рядом, чтобы можно было спокойно доехать и навестить маму. А так мама чаще, конечно, живет здесь. И помогает снуками. Поэтому для меня Димитровград, безусловно, остается родным местечком моей родины, моей колыбелью всей моей юности. Но, опять же, очень жаль, что сейчас не так многое меня связывает. Все-таки, наверное, сказывается и расстояние тоже. Потому что не наездишься, так, образно говоря, каждую неделю, чтобы полетать себе домой. Хотя делаю это с радостью. А в Самаре? Вероятно, чаще с гастролями. В Самаре только, опять же, с гастролями. Самара тоже, как моя колыбель уже студенчества, мой университет культуры. Хотя, опять же, та Самара, которую помню я, в которой жил я и Самара сейчас, абсолютно две разных Самары. Потому что я порой вообще не понимаю, в какой части города я нахожусь, когда приезжаю. Настолько она быстро строится. Только теплые чувства вызывает. Конечно, абсолютно. Только теплые чувства. Ну, учитывая то, что вообще всегда хорошо там, где нас нет же. И поэтому, может быть, находясь там подольше и побыв там побольше и поживя там, наверное, я бы уже смог разглядеть какие-то там минусы или еще что-то. Ну, слушайте, как и везде. Но когда ты приезжаешь вот такими наскоками, ну, конечно, тебе очень хорошо. В последний раз в Самаре мы были с концертом. Как раз заезжали еще к себе в Рукивербар. И после этого выехали, наконец-то, на Волгу, на лодочке. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я. Выходим из Самарки в Волгу. Друзья, самые красивые виды, конечно же, сегодня у нас. Только вслушайтесь, птички. И такая красота. Ну, это просто счастье какое-то. Когда ведро раков. Когда то, что ты не можешь сделать в Москве, вот просто там 10 минут отойти, сесть на пароходик, отплыть и просто любоваться красотами природы и так далее. Я им завидую. Я искренне им завидую. Завидую то, что они могут вот там это чувствовать, видеть. Потому что нам, чтобы увидеть хоть какого-либо природу в каком-то первозданном виде, нужно часа 2-3-то точно от Москвы отъехать. Не парцы. Вы сейчас в образе такого Балабанова, мне кажется. Ну, кошмар, да. Он вам не близок, вот образ такого андеграунд-продюсера, которого вы сейчас играете в сериале «Евгений», который вот зашорился, занимает именно музыкой, занимается. Это не ваша стезя, вот раскручивать новых звезд? Балабанов, как гений, который успел и смог раскрыть тему вот этого настоящего поколения героев, знаете, которые перемен, вот, да, Бадрова, там, не знаю, всех вот. Это человек, который, наверное, не я должен ассоциироваться, да, с ним, скорее всего, а какой-то один из его героев, да, потому что, ну, вот смотрите. Ну, лук у вас сегодняшний, как прям у него. Лук, да, потому что я пришел на батл сегодня, не знал, что придется драться или биться. Я не понимаю слово батл, я просто сидел 30 лет в подвале, и поэтому что там молодежь на себя напридумывала, непонятно. И поэтому, знаете, я скорее, знаете, вот у меня, расскажу вам смешной пример, у меня был в детстве мой учитель, который меня ввел в мир музыки. И я пришел 13-летним пацаном в музыкальную студию, в ДК, спросил, где здесь занимается музыка, и кто меня научит петь. Мне сказали, вот иди в тот кабинет. Я долго его искал, открыл, и такая комната, много колонок, афиши, везде написано, там выступает группа такая, такая-то аппаратура. И я просто ходил с такими глазами, а никого нет. Я захожу в маленькую комнату, когда я захожу туда, вот такой дым, все прокурено, вот висят старые афиши, сидит такой человечек с усами, и такой говорит, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, я хочу петь. Можно петь? Он, конечно, можно, конечно, давай, я говорю, что для этого нужно? Давай начнем с этого, доставить деньги, иди за портрейном в магазин, давай, сбегай по-молодецки. И я побежал за портрейном, так началась моя карьера. Вот, и вы понимаете, и вот я, наверное, это он, да, понимание того, что это очень простые люди с глубинки, которые абсолютно по-другому мыслят, им неинтересно, что на улице, им интересна своя маленькая комната, да, в которой они чувствуют себя уютно. И выходить из нее лишний раз не хочется. Если бы так можно было в жизни, я был бы более счастливым человеком, мне кажется, но приходится выходить оттуда каждый день. То есть вы по натуре интроверт, получается, в какой-то степени? Я фоб, я вам скажу, я ненавижу людей. Ох, ну, боже мой, что я сказал? Ну, то есть я их боюсь, да, безусловно. Слушайте, собирая 70 тысяч на стадионе, я существую в мире обычном, бытовом, очень сложно. Потому что любая походка в магазин, любая походка с детьми в любое общественное место превращается для меня в ужасную, монотонную историю с фотографированием. И вот это... А до сих пор так уже выросло ваше поколение. Пойдем, сходим, выйдем на улицу. У вас же выросли уже все приличные люди, взрослые. Ну, к сожалению, они не выросли так же, как и мы. Они точно такие же. Если раньше было там, я люблю тебя, то сейчас можно моей маме записать, например, бабушке. Поэтому, например, я в метро, ну, наверное, лет 20 и не был, или 25, да. Потому что для меня это понятная история. Но я как-то пару раз ездил, когда очень опаздывал на вторые концерты. Я с капюшоном, с друзьями, 60 человек вокруг меня закрывали. И я как-то, ну, не знаю, пробирался, да. А вот так, чтобы позволить себе, там, пойдем погуляем на ярмарку. Или поехали на каток Гума. Или, ой, а давай сходим, там, не знаю, в парк. Ну, в парк еще ладно, где можно далеко уйти. А вот где идти, туда, где прямо вот идти к людям, ну, мне, конечно, трудно. А за границей вам удается сбежать от фанатов? За границей удавалось, удавалось сбежать от фанатов. Но, безусловно, слушайте, наши люди, они же везде. Это же нереально скрыться ни от кого, и даже там. Конечно, в меньшей степени, но там удивляет совсем другое. Там, например, может быть такие ситуации, когда мы отдыхаем с детьми где-нибудь в Марбее. И вот ты вышел на берег, зашел в воду, знаете, вот такой, лег этой звездочкой, лежишь и думаешь, какой же кайф. Вот оно, море, солнце, то, что ты мечтал, отдых. Тебе повлечу говорят, Сережа, а можно сфотографироваться? Не форбцы. Я посмотрел, что у вас 12 концертов предстоит за будущий месяц. Как вы с этим справляетесь вообще? Господи, это самая мелочь, которая только может быть. В добрые старые времена 90-х концертов было 35 в месяц. И по два в день, и по три в день, и каждый день. Сейчас Сергею Евгеньевичу непросто. Сергей Евгеньевич уже возрастной человек. И поэтому я просто вместе с командой принял решение, что мы делаем меньше концертов, но качественнее. Ну, то есть, больше, большие площадки, более правильное и красиво сделанное шоу. Но перестаем просто вот так вот, как в молодости, мотаться бесконечно. Потому что все-таки есть семья, есть работа, есть собственная жизнь, в которой нужно все-таки стараться еще принимать участие. Как-то изменились люди за все время на ваших концертах? Ну, за последние годы, давайте. Я вот видел, что в начале карьеры вы говорили, это были дети. Отличия кардинальные только в возрасте. А что касается настроения, что касается эмоций, что касается атмосферы. Мне кажется, даже наоборот, наверное, стало лучше, стало ярче. Потому что, если такая юная фанатка в 15 лет может визжать просто при виде любого красивого мальчика, ну, то есть, или там любого талантливого мальчика, или мальчика, который она влюблена из какой-то группы, вот, она это делает просто на каком-то, я не знаю, на каком-то фоне, на своих девичьем, да, что называется. То сейчас эта девочка с 15 лет выросла, ей стало 35, то есть 40. И, соответственно, она уже точно знает, для чего идет на этот концерт. Она идет на этот концерт, чтобы зайти в самое жерло вулкана, в самую толпу, встать среди других десятков тысяч людей где-то внутри и снова стать 15-летней. И вот эти все два часа оторваться так, как она бы в жизни дома никогда бы не оторвалась, потому что ее не поняли ни дети, ни друзья, ни родители и так далее. Потому что в этот момент она снова попадает туда, где ей было хорошо. Вот поэтому сейчас атмосфера даже ярче. В эфире «Вопрос с ребром». Вы говорили о первом платном концерте группы «Руки вверх». Это первые деньги, которые вы заработали, или у вас какие-то были подработки в юношестве? Ну, это первые деньги в «Руки вверх». Опять же, первые мои подработки связаны с моим дядей, с Виталием. В свое время они с компанией друзей додумались до того, что можно просто просверлить дырочки в стенах подъезда и провести шнур от «Видика» и в другую квартиру тоже. И там тоже будут смотреть «Видик». Так они подключили первую квартиру, еще четыре, еще восемь. Потом подъезд, еще три подъезда. И так выросло это в сети кабельного телевидения. И он открыл первое в городе кабельное телевидение. Сначала это было три дома, потом включился следующий микрорайон. Они уже начали тянуть это все. Ну, раньше кабелями все было по старинке. Но это все тянули долго, но все-таки это делалось. И однажды он пришел ко мне и сказал, «Сережа, пойдем будешь ведущим на моем кабельном телевидении». Ну, подошел к маме и говорит, «Лир, пусть Серега будет, он классный, молодой». Ну, что? Ну, вот, я приходил в эфир, садился. Есть вот эти кадры раритетные, где я сижу в эфире. И сзади написано «Кабельное телевидение». Я говорю там. Сергей, а вот, как сказать, у вас приз зрительских симпатий. Значит, у вас появилась, так сказать, своя группа, вернее, поклонников, поклонниц. И вообще вас воспринимала, как вас воспринимала публика? Ну, я хочу сказать, что публика воспринимала нас очень тепло, хорошо. В какой-то мере они нас очень даже поддержали. Мы не ожидали такой бурной реакции насчет зрителей. И можно сказать, что мы даже нашли свою публику. Это ваша единственная работа в найме? Вот так вот, чтобы куда-то устроиться? Ну, так, пускай не официально. Нет, это моя первая детская. И была еще одна. Вот, я работал в структуре Первого канала, в структуре Красного квадрата в свое время. И я работал генеральным директором музыкального продюсерского центра. Вот. Одного из лейблов. И сидел в Останкино. Вот. Был директором. У меня были люди в подчинении, бухгалтера и все прочее. Вот. Но при этом я работал на компанию. На компанию. То есть, это второй случай в жизни моей, когда я попробовал себя в менеджерском, управляющем каком-то, значит... И как вам? Самому быть боссом лучше? Самому быть боссом лучше. Учитывая, что... Учитывая, что, опять же, все, что я делаю, я делаю все равно с творческой... С творческим окрасом, с творческой атмосферой. Вот. Поэтому одно дело, если бы я, ну, я не знаю, устроился оператором на бензинозаправку включать бензин там, да, наверное, бы меня это не устраивало. Ну, образно говоря, физически, внутренне как-то еще. Или там просто, если бы я где-то работал обычным человеком на обычной работе. Но когда это все равно связано с музыкой, с поездками, с фестивалями, с какими-то, значит, правами на песни, с телевизионными программами. Конечно, ты вроде бы находишься в своем, в своей струе, и вроде бы все нормально. Но при этом ты ходишь на совещания, сидишь у руководства, защищаешь проекты, выдвигаешь это. Поэтому теперь я просто знаю, как себя чувствуют порой мои люди, работающие на нашей компании. И поэтому стараюсь быть для них лояльным начальником. И как себя оцениваете? Вы лояльны? Не знаю, надо их спросить. Я думаю, да, раз все работают со мной по 20 лет, то, наверное, да. Сергей, а что сегодня из себя представляет бренд «Руки вверх»? Какие у вас есть направления? Понимаете, на первом месте, понятно, идет, наверное, «Руки вверх» как музыкальную составляющую. Потому что «Руки вверх» до сих пор является самой гастролируемой группой. И до сих пор самой масштабной по концертам. Плюс, безусловно, это авторские. Я автор больше 250 песен. И понятно, что это неотъемленная часть любого артиста, авторские права, которые, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, то есть, как-никак, но в наше время хоть стали работать и действовать. Что нельзя было сказать про 90-е или начало 2000-х. Поэтому музыкальная составляющая «Руки вверх» на первом месте. На втором месте, наверное, все-таки пойдет история «Руки вверх» баров. И вообще вся рестораторская история. Потому что из небольшой идеи 11 лет назад первого «Руки вверх» бара это превратилось в огромную сеть, из которых только пять в Москве. Это уже огромная, большая, я бы даже сказал, серьезная структура, в которой только в управленческой компании, в нашей компании, называется ФСБ, не пугайтесь. Феодальная сеть баров она называется. Только в управленческой части компании работает больше ста человек. Это и менеджеры, и... Это не включая официантов? Нет, нет, нет. Это только компании, которые обслуживают сам бизнес. По официантам я даже приблизительно вам не скажу. Я понимаю, что это около тысячи, наверное, человек. Я вам скажу, что это тысячи, да, и больше. Тысячи плюс. Вот, в зависимости же от каждого города и так далее. Тем более, их несколько смен. Ну, и это правда очень много людей. Вот, и поэтому, конечно, тут большая структура. Плюс мы не останавливаемся, открываем новые бренды внутри нашей феодальной сети. То есть, у нас там входит и Нибар, и, значит, и сейчас откроются Евгеньичи рюмочные караоке. То есть, мы ищем новые форматы. И поэтому все это как бы собирается в одну вот эту управляющую компанию. Это один колл-центр, который, понимаете, на всю страну работает. Потому что мы придумали хорошую историю, когда человек звонит и говорит, можно к вам прийти отдохнуть? И он говорит, к сожалению, нет, но секундочку переключает его, образно говоря, на Таганку. И там говорят, да, конечно, приезжайте, только не на Тверское, а на Таганку. То есть, мы должны взять этого нашего клиента и не отпустить до момента, чтобы он сказал, «А, ну нет, пойду в другой». Это очень хорошая история, когда ты его переключаешь. Если там нет, его переключат на один, там, на Отрадный или еще куда-то, там, не знаю, на Мичуринский. И прочее, чтобы предложить ему все-таки эту возможность отдохнуть и так далее. Что касается новых концепций, вот то, что я считаю, в ближайшее время должно порвать, опять же, нашего посетителя, мы придумали историю с Евгенич Барами. Евгений Бар – это такая караоке-рюмочная, назовем это так, где танцы, чебуреки и настойки. Вот, и у нас было техническое открытие, люди с ума посходили, мы поняли, что мы просто очень угадали. И во время, и со временем, и с форматом, и с тем, что собираемся там делать. Знаете, мы хотим что вернуть? Мы хотим, и уже вернули, то есть, нам первые дни работы показали, что все, мы абсолютно угадали. Вот смотрите, есть караоке, в котором каждый хочет что-то спеть, сидит и ждет свою очередь. Ну, логично, да? Порой это нетерпимые люди, которые, ну, боже, еще там, когда уже этот стол, когда этот стол, а этот плохо поет, а этот вообще плохо поет, и так далее, и кто-то начинает беситься, а можно мне без очереди, вот эти деньги вперед, ну, и, как правило, какие-то песни одни и те же. В результате все караоке у нас сейчас такие скомкались, превратились, ну, вот просто вот в какое-то такое вот непонятное для всех место. Ну, то есть, понятно, комната, вот все поют. Вот, мы пошли от обратного. Наш русский человек любит петь. И раньше все дни рождения, например, в моей семье выглядели так. Все ужинали, потом садились, мама садилась к фортепиано, играла, и все пели. И вот все пели вот это, там, да, ой, то не вечер, да, и всем было хорошо в это время, рюмочку, и все, давай вот там, там, где клён шумит, давай, давай, Сереж, ты сыграй. И вот, и это было так душевно, боже мой, все вспоминают это, аж льется теплота по сердцу. Мы взяли и сделали так, что у нас люди поют все посетители просто у себя за столами, одну и ту же песню, понимаете? Такое многоголосие. Все поют, вот все поют, всем по кайфу. А это заходит людям? Да, просто все, потому что не надо стараться кого-то удивить, что ты круто поёшь, а можно просто быть собой и просто петь. Не хочешь, не пой, пей, подпивай, подпивай, пой мимо. Но, в общем, хоре голосов... Никто не заметит. И все стоят и поют, там, хали-гали, пара, тропа, и весь, все стоят, кто где, кто внизу, на втором даже, на первом. И это так единит, это так людей будоражит, они говорят, все, придем завтра уже, значит, с офисными ребятами и так далее. Ну, при этом вкусная еда, настоящая из 80-х, то есть мы сделали вот такие на эти вуреки, да, это обалденные какие-то там, я не знаю, там, макароны по-флотски, да, еще что-то, чтобы можно было это. Ну, и 22 вида настойек, которых я лично разрабатываю, я сам гоню настойки, это уже старческое. Вот, делаю и сувидные, и разные, и поэтому у нас можно попробовать, например, настойку борщ или том-ям. Там очень вкусная еда, очень хорошая атмосфера, и это квартира, в которой живет Евгеньевич, мы сделали ее настолько добротно, что это такой большой квартирник. Ты пришел в квартиру в гости, и куча разных людей, ты их не знаешь, но зато все они начинают петь, да, ты просто пьешь вкусные настойки и чувствуешь себя классно. Все, в любой момент он в штате, выйти, и на твое место придет следующее. Это как раньше было у Высоцкого, который ездил на квартирнике, они собирались, пели, и люди приходили, уходили. Вот, и мне кажется, опять, вот чего не хватает сейчас. Времена вот этих вот пафосных этих, конечно, начинают проходить, вот, чересчур вычурных каких-то этих, хотя до сих пор, конечно, открываются и такие. В СССР не было бизнеса как такового, но были предприимчивые люди, безусловно. Вот ваши родители, они предприимчивые люди? Они как-то вас в мотивацию к предпринимательству вкладывали? Ну, вот «Мои родители» – это, наверное, книга «Как не надо делать бизнес». Она бы была бестселлером, наверное, я думаю. Смотрите, возвращаемся еще раз к людям. Люди, самопожертвования которых находятся на каком-то беззаоблачном уровне, то есть они все живут в долг, то есть они все привыкли, что тут перезаймут, тут возьмут. Но при этом всегда полная чаша дома на столе, всегда есть очень вкусная еда, много, разные и так далее. Люди всегда хлебосольные, угощают и так далее. И никогда не думают, что будет завтра в отношении, как вы говорите, предпринимательски. А может быть сделать это? Конечно, не все. Естественно, есть много прекрасных бизнесменов и так далее. Но, говорю, в основной массе простые эти люди, они живут вот так. И мои родители, не исключение, мама преподаватель музыки, учитель, всю свою жизнь проработала больше 35 лет в музыкальной школе. Папа – электрик, который обслуживал большие электросети в институте атомных реакторов, который погорел, получил удар больше 2000 вольт и в свое время получил огромные ожоги, значит, более 70% тела. И пошел все равно потом работать на эту же работу, продолжил работать и так же больше 20 лет еще проработал. Вот они такие. И поэтому думать о том, как еще заработать, вообще в их голове такого вопроса не возникало. Максимум, я не знаю, пойти помочь кому-то соседу разгрузить что-то и получить какие-то 5 рублей, чуть-чуть подзаработать. Это все. Но, как я уже и говорю, предприниматели, ей существует, например, мой дядя, это муж моей маминой родной сестры, он, например, был полностью, скажем так, полностью отличался от моих родителей. И вот уже с самого начала он был для меня, ну, таким, как это назвать, примером, я не знаю, какого-то волшебника. Потому что, например, первый видик, да, первая видеокамера, первый Atari компьютер, первые, значит, там, какие-то модные, значит, гаджеты, первые клавиши, синтезатор. Все появилось только у него, первый, там, крутой автомобиль и так далее. Да, вот он занимался кооперативом, значит, перепродажей, купил-продал, но и тогда, когда он говорил, ну, ладно, приходи. И я приходил, мне давали 15 минут поиграть в Atari, вот, а что такое компьютер вообще в городе не знали. Конечно, ты смотрел на него и думал, вау, как здорово. Потом приходил домой, видел папу, пришедшего с работы, уставшего, и понимал, что, ну, наверное, в нашей семье это невозможно. Поэтому вот мои родители, к сожалению, не могли дать мне этих знаний, но дали мне, наверное, то другое, что позволило мне уже этим знанием лучше воспользоваться. Это, наверное, то самое, вот, хорошее, правильное воспитание в добрых старых традициях Советского Союза, в котором ты уважаешь старших, в которых ты знаешь, что такое честь, достоинство и все прочее. Вот, что немаловажно при построении большого бизнеса. Неворцы. Мы находимся в баре, который принадлежит вам, назван через вашей группы, снимают сериал, который называется «Вашим отчеством», вы в нем играете. И продакшн тоже, который снимает, тоже ваш. Да, вы только что мне напомнили обо всем этом, я только сейчас задумался, как это ужасно пафосно звучит. Но, ну, это же приятно. Лучше это делать самому, с любимым коллективом, со своим продакшеном, со своими мыслями, чем с чужими людьми, с непонятным продакшеном, с непонятными, там, командой, понимаете. Поэтому мы, мне кажется, такая, dream team, команда мечты, которая вот нам завидует всем. Кто целевая аудитория здесь? Это все фанаты группы «Руки вверх» или вот не совсем так? Замечали здесь? Я хочу вас позвать к нам, посмотрите. Ну, мне очень трудно вам сказать, я же не завсегда таясь своих баров. Знаете, это было бы глупо, типа, друзья, а вот там столик Сергея, не, а всегда, всегда сидит Сергей Жуков, знаешь, вот это, вон он лежит уже. Сергей, привет, вот, из этой серии. И, то есть, я не знаю, это абсолютно разные люди. Здесь можно встретить 40-летних женщин, празднующих день рождения, 18-летних девчонок, которые празднуют выпускной. И, в то же время, пацаны наверху будут тереть какие-то вопросы. Я не знаю, потому что мне очень трудно подходить и говорить, а вы кто, сколько вам лет. Просто можно прикинуть, что эти люди там не росли на руки вверх. Я вам скажу точно, что они наверняка росли на руки вверх, но у нас даже есть определенный табу, у нас есть договоренность такая, что мы очень мало крутим руки вверх в руки рыбарах. Это дозированная, и это не значит, когда мне, когда ему открывали первые, мне говорили, это что за ужас, что за руки вверх такой, что же там одни руки вверх крутят, это же ума может сойти каждый день. Ну вот, и вот из этой серии, то есть, люди, может быть, некоторые недопонимают, здесь наоборот, другая история. Здесь может выступать группа Кровосток, или может выступать, образно говоря, там, я не знаю, там, Николай Басков. И это абсолютно разные люди в разных стилях, здесь может сниматься комедий-клуб, а может быть, там, шоу-показ моделей. И все это в рамках Рокер-бара. Мы всего лишь прекрасное место для... А вы клиент вообще, вот, вообще, в барах как таковых? Или вы вот все-таки никуда не выходите? Нет, я клиент собственной готовки. Я даже спиртное готовлю сам, понимаешь? То есть, сахар вы покупали, когда говорили, что его скоро не будет для самогона? Или у вас он припасен всегда? Это я его искупил. Это вы его весь искупили. А что делаете? Какие настойки? Жуковки. Есть фирменная жуковка какая-то? Есть фирменная жуковка, да. Есть Евгений Фирменные настойки. Вот буквально вчера делал малину и черносмородину. Том-ямовку делаю. Том-ямовку? Это с чем? С креветкой и мидией? Нет, с лимонгрессом и кофиром, и со всеми там, значит, прочими остренькими ингредиентами. А что я вам тут рассказываю? Вы завтра пойдете, и все, и будете это все пить. А у вас это все в какой-то фирменной упаковке? Фирменной упаковке. Или только для себя в этой? Фирменной упаковке, фирменной бутылки, фирменной наклейки. Вот вы сочетаете в себе бизнесмена и творческого человека? Часто, потому что люди, которые там занимаются музыкой, они очень оторваны от земли. А вот у вас тут сразу видно и барчик свой, и назван он в честь вашей группы. Это вот, откуда у вас это? Просто я не знаю, что вам ответить. Ну, мне очень трудно говорить про то, что связано с моим бизнесом, потому что я вообще не пытаюсь не пересекать это. И вообще, знаете, у нас даже есть прекрасная, как мне кажется, договоренность, что мы, например, там все оплачиваем у себя в барах, например, сами за собой. Понимаете, у нас нет такого. Пришел барин, там все так, все быстро мне все принесли. Там, я не знаю, все, что можно, забрал, все, что можно, собрал. И вот такой наслаждаешься этим. Нет, мы понимаем, что это в первую очередь бизнес. Поэтому даже если это съемки, даже если это какие-либо там, не знаю, творческие процессы, мы тоже платим аренду и все прочее. Мы зарабатываем. То есть у вас нет такого, что это запишите на Жукова, там 2 миллиона, счет в караоке, все на Жукова. Так не получится, но, конечно, есть приятные скидки, приятные эти, если нужно, обращайтесь. А вы здесь в доле, насколько я понимаю, в барах много соучредителей? Боже, ты в 90-х родился, что ли? Нет, в доле. Ты в доле. Соучредитель, как это? Ну, я, кстати, родился в 90-е. Вот, это самое главное. Вот есть две разные вещи, я пытаюсь всегда вот это объяснять в интервью, когда, образно говоря, я не знаю, ну, к примеру, там, какой-то продукт, например, там, духи, названные именем чем-то, да? И, или, там, например, когда человек приходит и говорит, слушай, давай мы сделаем, там, твой бар, и ты, там, придешь на презентацию. Да, баслодором, сидим лицом поторговать. Да, и, соответственно, вот, вот твои, там, 5%, и вот все, спасибо. Дело в том, что мы уже больше 12 лет в ресторанном бизнесе, 53 бара по стране. И, понимаете, вы можете спросить меня любой вопрос, касающийся вообще всего здесь, и я абсолютно четко отвечу вам, потому что я принимаю участие в каждом процессе. С начала стройки, заканчивая глобальным маркетингом, который мы проводим для всей нашей сети. И поэтому я, скорее, все-таки, вы знаете, SEO, да, ну, то есть основатель, человек, который не просто пришел и сказал, возьмите мое имя и назовите так коктейль, или, там, я не знаю, или, там, свое заведение. А мы придумали целый концепт, это же глобальный, то есть мы постарались вдохнуть в это какую-то большую мысль. Может быть, кстати, именно из-за этого все и получается, потому что, вспомните, огромное количество баров звездных, которые, ну, не пошли, да, и, причем, с достаточно твердой концепцией, например, как у Гриши Лепса, да, с рюмкой водки, там, да, или еще что-то, или, там, я не знаю, у Бузовой. Но, ну, опять же, вот тебе либо верят, либо не верят. Вот, мне кажется, вот это хорошая грань, которую ты должен найти, чтобы сказать, что у нас по-честному. Ну, вот, мне кажется, мы нашли 157 человек работают в нашей управляющей компании. 157. Это люди, кто занимаются развитием бизнеса, это люди, к которым прикреплены каждый город, который отвечает за арт, за там, за снабжение, за прочее. Вот, вы поймите, ну, один человек не то, что не сможет, но это вообще такая утопия. Вот, Паша Чесноков, который занимается, ну, собственно говоря, всю жизнь барами, вот мой партнер главный, да, по этому бизнесу, естественно, берет на себя основной удар, да, именно бизнес-удар. Он ездит на эти конференции, бизнес-конференции, он ездит на всякие, значит, всевозможные бизнес-сообщества, потому что он может рассказать вам все про маржу и про все остальное, про ливы, там, я не знаю, цифры и все прочее. Безусловно, на мне лежит творческая атмосфера, да, понимаете, потому что одно дело пригласить в клуб, ну, я не знаю, выступить молодых ребят, другое дело сделать так, чтобы у тебя в клубах выступали все от Полины Гагарина, Дима Билана, там, да, Хабиба, я не знаю, и всех самых лучших звезд нашего уже времени, 2022 года. Поэтому это важно, и важно, чтобы они себя здесь также чувствовали. Вот буквально несколько дней назад здесь был Ваня Дмитриенко, например, на этой сцене. Вот для вас, какими были 90-ми? Потому что, по вашему рассказу, как вы пели на этом первом корпоративе платном, ну, это весело, конечно, сейчас вспоминать, но вот если представить в то время, жутко страшно. Стена водки, какие-то люди, это закалило время? Смотрите, 90-е, безусловно, романтизировали, ну, то есть, ну, вот сейчас, в наше время, и все, что фильмы выходят, и очень все любят туда возвращаться, вспоминать. И, конечно, сейчас это хихоньки-хахоньки. Ну, я вам клянусь, ну, хуже времен не было, ну, вообще, ну, вот реально, это были самые страшные для России времена. То есть, потому что, ну, это был какой-то сюр, потому что, ну, мало того, там же в чем весь цимус-то ситуации, что открыли границы, значит, заполонила Россию всем шурпотребом, которое только было возможно. Люди узнали, что такое абибосы, значит, левусы, да, и вот это все. То есть, люди стали хоть что-то одевать нормальное, но это хоть что-то нормальное. Куча болгарских кассет, куча, значит, югославских этих, да, джинс, там, я не знаю, куча, там, техники непонятной корейской, или там, голдстар, или там еще какой-то, да. И, ну, конечно, то есть, на людей вывалили, типа, о, занавес открылся, ура, вау, теперь мы же заживем. Ну, вот, но при этом уровень того же криминала, уровень деления вот этого нового, на дрожжах растущего бизнеса был просто бесподобный, потому что это была очень большая демографическая катастрофа России, потому что было убито там, и погибло огромное количество молодых людей в то время, что до сих пор, вот даже ученые, то есть, говорили, что сколько-то там, я скажу, там, лет 5-6 назад пришлась как раз дырка демографационная, потому что в тот момент молодежь, которая должна была всю репродукцию, да, она вот не смогла это сделать, и поэтому дырка была через 15 лет у студентов, то есть, в вузы должны поступать столько-то, а в каком-то там году вообще никто не поступал, потому что все, пришли вот 90-е и показали нам, как это, как это бывает, да, вот, и, конечно, я говорю, сейчас все такие, ой, бригада, прикольно, мы с первого брата вместе, я говорю, да, это все здорово, это все здорово, но когда ты живешь там и в этом находишься, это не здорово, то есть, сейчас смотреть, это молодежи, здорово, я говорю, романтизация и все прочее, а когда к тебе реально приходят бандиты и говорят, ну, сейчас давай руки будем тебе ломать, чтобы ты не мог свои больше песни писать, потому что ты в интервью назвал продюсера, а он как попрыгунчик, я сказал в интервью просто, смотрю, как попрыгунчик, бежит наш продюсер и говорит, ура, мы собрали стадион, ну, вот, они говорят, ну, что, попрыгунчик мне, басню по ноге, как пинул такой с гематомой, типа, я сейчас руки начну ломать, и вот это когда приходится... В голень или куда? Ну, он пинул голень, а руку говорит, ну, давай, сейчас тебя сломать, ты как его называешь, то есть, это просто из-за слова ты сказал вот что-то просто какое-то даже нематное, не обидно, вот, и поэтому, если уж эта мелочь такая, то что говорить, когда дело касается денег, когда дело касается дележки чего-либо, поэтому, конечно, я бы не романтизировал так, и, конечно, слава богу, что мы можем сейчас с улыбкой об этом говорить и вспоминать, но уверен, что огромное количество людей, которые в 90-е как раз твердо стали на ногах, и это на себя ощутили, они вам, как и я, скажут, что было непросто. Как в то время сочетались ваши такие, ну, суперпозитивные, в основном, радужные песни и вот эта реальность? Вот радужные песни и реальность совмещаются всегда. У людей есть четкая, явная потребность восполнить и заменить, да, плохое хорошим. Мы всегда в жизни, ну, как всегда говорят, все будет хорошо, ну, правильно ведь, ну, каждый себе или другому говорит, все будет хорошо. Мы пытаемся заместить, да, даже желаемым то, что на самом деле может происходить. И поэтому, конечно, в этом отношении музыканты, кино, театр, искусство, музыка – это единственный способ людям хоть на какое-то время заместить плохие мысли, грустные воспоминания, черные дни заменить хотя бы серыми, ну, если уж не белыми, да. И поэтому, когда очень часто люди любят говорить, типа, ну, как же так, вот, вы веселитесь. Да не в веселье делать, делать не мы, веселимся. Веселимся – это ты напился, йо-хоу, на барной стойке, голый, понимаешь, там, я не знаю, обливаешься золотом, да. Вот это веселишься и как бы не в тему и не в место. А когда ты делаешь то, что всю жизнь делал, и это заставляет людей, я говорю, вот на эти два часа просто взять и оказаться в другом месте, выйти и сказать, боже, как хорошо, потому что это в моей жизни было, вот. Как же это здорово. Ты начинаешь больше ценить семью, любить своих близких. Хочется сразу пойти их обнять, сказать, в следующий раз вместе пойдем на концерт, да. Хочется, опять же, в этот момент, понимаешь, чувствовать себя человеком. А это очень важно. Хлеба и зрелищ. Всю жизнь была самая главная фраза. Поэтому вот мы, как люди, несущие зрелища, да, мы, как люди, несущие вот эту радость, наоборот, счастливы, что сейчас есть возможность, да, вот взять и эту радость подарить. И да, у нас веселые песни, но они веселые и не глупые. Они все о любви, они все о простых людях. О том, что есть девчонка и мальчишка, да. Они, между прочим, о нормальных гендерах, ну, понимаете, да, о чем они. То есть о том, что правда есть любовь, и правда есть дети, которых нужно назвать как меня. Это я по песням в своем иду, в смысле, вот. И, значит, и о том, что если ты некрасивый, то это мальчишки глупые, ну, вот. Потому что все нормально у тебя. И поэтому все страхи, все какие-то первые подростковые пубертатные там переживания, мы в своих песнях подаем маленькие, добрые подсказки, которые до сих пор работают. И если сейчас на выпускных снова играют «Крошка моя в 18 мне уже», спустя 26 лет, ну, да. Но они еще и живут в песнях других современных артистов теперь. Не, ну, вот. И поэтому... Биг-бэби-тейпа. Поэтому получается, что значит все правильно. Вам труднее сегодня это делать, чем условно в 2007 году, до кризиса, там, супер на взлете экономик? Да нет. Вы знаете... Смотрите, мы... Мы стали умнее, и мы стали работать на другом уровне. Что отличает... Как бы вам сказать сейчас, попытаясь просто выразить мысль. Вот есть категория А артистов и Б, да, образно говоря, ну, всегда там есть. И вот категория А от категории Б отличает не талант. Вот абсолютно. Потому что в категории Б и С и во талантов намного лучше, чем в А. Но артисты с категории А нашли что-то, что сделало их вот безусловными вот этими столпами. Классиками такие. Назовем это так. Что это? Это другой вопрос. Вот мы, я говорю, стали подходить просто по-другому. Если раньше это бесконечные гастроли и все прочее, если раньше это желание заработать все, что угодно, и лишь бы быстрее, и побольше, и до все соглашаться, и так далее, и тому подобное, то сейчас это четкая, продуманная, выверенная, ясная концепция бизнеса. Поэтому нельзя объединять нас в том, что это бизнес. Но это бизнес, но это правда то, что я умею делать и делаю всю жизнь. И поэтому это уже стало, да, серьезным бизнесом. Почему серьезным бизнесом? Потому что теперь каждый концерт руки вверх, например, это мало того, люди пришли на концерт, посмотрели, послушали песни и все. Нет. Это огромная, большая, серьезная работа. У нас сейчас ездят огромные, значит, большие, как их называют? Трейлеры, грузовики красивые. Да, грузовики, руки вверх, полностью, в которых везутся сцена, сцена, которую мы собираем, полностью экраны, все световое, звуковое оборудование, полностью все ограждения, полностью, вот все полностью. То есть мы, как, например, западных, больших артистов, с турами пошли по этому пути, но зато это все уже свое, когда ты знаешь, что ты едешь, и у тебя этот концерт и другой концерт будут одинаково качеством. Они будут одинаково звучать, одинаково смотреться. Не так в Воронеже было хорошо, а в Перми, ой, кошмар, ничего не видно, не слышно. Вы с собой уровень возите. Да, и потому что вот поэтому мы, те, кто есть, и столько и стоим, да, вот все говорят, что это они вот такие, это дорогие или там такие, да, недорогие, а мы просто делаем это вот именно так, как нужно делать, да, и поэтому мы к этому пришли, и поэтому вот чтобы трейлеры, эти треки переехали в другой город, нужно время. И поэтому мы не можем каждый день концерты делать, поэтому мы его делаем, они начинают собираться, после этого два дня едут до следующего города, мы переезжаем там, ждем, пока готовимся, через два дня, например, происходит следующий концерт и так далее. Поэтому я говорю, это уже проверенная, большая история, работа, где задействовано там, образно говоря, только технического персонала, больше 50 человек, да, учитывая, что еще группа 15 человек, поэтому получается, ну, то есть это большой уже бизнес, большой бизнес. 25 лет Мы влюблялись, встречались, расставались, плакали, смеялись, ссорились, мирились. Вот эти песни Здесь Сегодня Сейчас Мы снова поднимем И вот поэтому, я говорю, поменялось ровно то, что мы решили из этого сделать что-то по-настоящему серьезное, чтобы люди говорили, вот это я понимаю, вот это качество, вот это, да, вот я это, вот это вижу. Боже, боже, у них еще и конфетти, и выстрелы, у них вот это, и у них с небес все падает, у них вот это происходит, да, то есть и мы уже не экономим на этом, делаем хорошо свое дело. Вы начали вести телеграм-канал в 2021 году, мне кажется, вообще один из первых из таких больших звезд российского шоу-бизнеса. Это видение было идти в новое направление, и вы его активно ведете, кружочки свои записываете, ну, в общем, как настоящий блогер. Друзья, всем привет, я только что приземлился, приехал с аэропорта, и смотрите, что я вижу у себя во дворе, смотрите, стоит красивая машина, причем моя. Ну, нет, с днем влюбленных. Ой-ой-ой, это уж блогерство мне, это просто мой канал, где я показываю, что происходит сейчас, в данный момент, в моей жизни, вот. Ну, и именно поэтому я стараюсь, чтобы там чаще что-то появлялось. Ну, вот, я понимаю, что очень многие следят за мной, хотя, опять же, видите, вот вы сказали блогеры, и мне сразу так грустно, потому что... Это обидное слово, что ли? Не-не-не, я к тому, что я понимаю, что я не тот блогер, у которого миллион, там, или несколько миллионов подписчиков, да, понимаете, образно говоря. И поэтому у меня есть свои, но свои каждый до мозга костей. Ну, у вас высокая вовлеченность там. Ну, я говорю, да. И поэтому я не хочу делать из этого, там, канал подписывайся, обязательно заходи, передай другу, давай проведем акцию. Это все про другое. Те, кто хотят знать и смотреть, и подглядывать, они у нас в группе. Остальных мы, конечно, ждем, но не настаиваем. У вас там и посты, и кружочки, и вот несколько цитат. Вы говорили, что сегодня не время для бешеных заработков. Это было в посте, где вы объявили о том, что не будете поднимать цены в руки вверх баре, что это вот ваша позиция. Но она с точки зрения бизнесмена совершенно нерациональная. Ну, как вот прошел ваш год с точки зрения заработков, и сильно ли это ударило по карману, по-вашему? Не время для бешеных заработков. Не время наживаться, понимаете, на чем-либо. И не время, то есть даже при определенного рода растущей индустрии, я говорю про сейчас индустрию, например, барную или, скажем так, ресторанную, вот, мы все внутренние люди из этого бизнеса понимаем, почему он растет. Естественно, он растет потому, что одно из единственных, наверное, мест, где люди могут собраться, перемолоть всем косточки, обсудить ситуацию, повестку родных, близких, значит, свои дела и чужие дела. Это становятся бары, рестораны, да, то есть места, где в какое-то время раньше был некий спад с пандемией, да, ну вот, и все уже думали, что он не вернется, что так, в общем-то, и посредничку пойдет дальше. Ну вот, но как оказалось сейчас и правда, люди снова хотят быть социальными, люди снова хотят болтать, да, и вот не замечали, как на дрожжах растут... Оффлайн-мероприятия? Во-первых, оффлайн-мероприятия, а во-вторых, рюмочные, да, то есть самое... Мне кажется, они не падали никогда, нет? Нет, они сейчас просто в каждом доме начинают открываться. Почему? Потому что ушло время, вот как раз я говорю не время бешеных заработок, ушло время дорогущих ресторанов, которые вкладывают сотни миллионов рублей в модные дизайны, в мебель по золоту, там, и еще что-то, в модных шахповаров из других стран и все прочее. Пришло время рюмки водки на столе, да, и разговоры по душам. И это очень круто. Мы, скорее всего, в ближайшее время будем делать то, что я уже очень много лет назад подглядел в других странах. Меня всегда удивляло, мы когда приходили, например, с супругой в какой-нибудь моднючий ресторан, например, там, где-то в Америке, да, и нам говорят, да, пойдемте. Мы приходим, и стоит один стол, ну, там, в 20 метров, образно говоря, посредине сидят люди, и нас между, там, Джоном и Джессикой какой-то, значит, впихивают туда, те так подвинулись, ты так пролез, сел, и тебе неуютно, неудобно. Я говорю, что это за прикол, как это так? И только потом ты понимаешь, этот вообще какой-то адвокат, тут сидит звезда, этот, значит, просто чувак с улицы зашел. Они все, во-первых, очень в этот момент простые, человечные, еда второстепенно, тут больше, вот такое какое-то классное состояние в этот момент души, внутреннее, вот, в своей, там, спокойствия. И поэтому мы сейчас очень часто делаем столы, которые как раз общие, и говорим, подсаживайтесь спокойно, делайте это. И это вот сейчас, в наше время, мне кажется, решение вопроса коммуникации, потому что люди в какое-то время одичали, сидя дома, вот, и, конечно, им сейчас очень хочется где-то быть. Хотя, опять же, я говорю, тут же вопрос не в том, чтобы, там, пойти, и, там, стоять на голове, там, напиваться или прочее, наоборот, есть некая новая культура питья, культура, вот, в этот походы куда-то, люди посещают несколько мест за вечер, им интересно тут выпить коктейльчик здесь, потом пойти перекусить вот здесь, и уже засесть, там, в какое-нибудь место попеть, да, ну, или, там, еще что-то. Поэтому это хорошо с точки зрения нас, как людей, которые развивают этот бизнес, вот. И я надеюсь, и людям тоже нравится. Но это не первый же ваш ресторанный опыт. У вас был опыт с партнерами из Ливана, и вы даже рассказывали, что он кончился плохо, потому что вы чуть не спились из-за того, что постоянно, там, это было место для друзей, ничего не заработали, чуть не спились, а потом все равно вернулись в этот бизнес, хотя, ну, сложно после такой ошибки, да, в это вернуться. Ну, да, я всегда рассказываю эту историю, как предупреждение для, во-первых, коллег-артистов, которые, так же, как я, могут заблуждаться. Любой артист в какой-то момент вдруг хочет свой ресторан. Я вам вот даю голову на это течение. Ресторан, клуб, бар, я не знаю, что-нибудь, но свое. Все хотят свое, и типа, вот, у меня будет свой бар. Я буду сидеть здесь, говорить, петь-ка на лето, тащи сто. И вот я такой хозяин, хлебосольный, гостеприимный, там, у меня вкусная еда, шеф такой. И очень многие просто берут и эту ошибку делают, как вот и я, значит, в свое время с бедуином, первым ливанским рестораном. Кстати, вот здесь на Таганке, прямо на Таганской площади. Вот, до сих пор работает там. Теперь сын моего партнера сделал другой ресторан, но тоже с таким жуконом. И вот все хотят это сделать, и потом понимают, что экономика не сходится. Потому что ты начинаешь всех угощать, ты показываешь гостеприимного хозяина, все понимают, что это халява. Начинают все к тебе ездить, у тебя всегда биток, всегда биток на хлебников, все хотят попробовать. Ты давай еще, тащи курочку на мясо, барашка, я не знаю, что угодно. А сейчас всем плов, в конце месяца счет, ты говоришь, ну ладно, нормально, я же, зато я хозяин, угостил. Это второй, месяц, третий, минуса растут. Ты зовешь управляющего, говоришь, делай что-нибудь. Он говорит, ну как делать, если вы тут сидите и все раздаете, давайте брать деньги. Нет, деньги брать я не буду с друзей. Ну вот, и так далее. То есть, эта дилемма, она, к сожалению, убивает. То есть, бизнес как таковой. Поэтому, либо открывать ресторан с точки зрения просто траты своих денег и просто имиджево. Вот так, чтобы быть хорошим парнем. И тогда не считать деньги и не делать из этого бизнеса. Просто открыть для себя что-то такое и сказать, вот, приходите все ко мне. Это одно. Если уже открывать ресторан, делать бизнес, то это делать бизнес, вот как мы делаем с рукьев-барами. Абсолютно четко делать определенную структуру. И зарабатывать не с одного. С первым ты точно не заработаешь. И со вторым не заработаешь. А вот уже, когда это начинает вырастать в сетку, когда их становится больше, да, возможно, это может и получиться. Вот поэтому я и попробовал с ребятами сделать ливанский ресторан. Мы даже съездили в Бейрут. Слетали. Заказали там целый вагон этих золотых чайников, кофейников. Нам выбивали эти все узоры восточные на жесть, на меди. И, в общем, вот это все было красота. Мы это везли, ткани. У нас все было красиво. Но я там вот просидел, я говорю, первые месяцы, как гостеприимный хозяин. Потом понял, что это просто кошмар, что я деградирую, ну, образно говоря. Вот. И сказал, нет, все, я больше здесь не появляюсь. Перестал появляться и я. Перестали появляться... Халявщики. Да, халявщики. Ну, он стал работать как просто ресторан. А там всего буквально 20 посадочных мест. И поэтому, конечно, он там особо не выдержал. А как вы себя одернули от этого соблазна? Не 30 лет, богатый. Не поверите. Одернула меня супруга. Потому что именно в этот момент я познакомился с Региной. Это было в 2000... Получается... Так, 30 лет, когда мне было? 18 лет назад. 2006 год. В 2006 году, значит, соответственно, я познакомился с Региной. И опять же, широким жестом предложил ей день рождения в Бедуине. Типа, ну, как же надо, все бесплатно, все у меня. Ну, вот. И после этого понял, что сидеть там, выпивать и прочее, конечно, я больше не буду. Ну, вот. И можно сказать, что она вольно или невольно, то есть она ничего мне не говорила ни слова. Она не такой человек. Я просто опомнился и все-таки ушел в семью. Поэтому сейчас, прежде чем что-либо открывать, конечно, безусловно, проходишь всю уже ступеньку нормальных взрослых понятий. Бизнес-план. Да? Считаешь, думаешь, команда и так далее. Помимо этого, у вас есть еще сеть кондитерских любовь и сладостей, которую вы придумали, насколько я понимаю, с супругой, как раз с Региной. И это достаточно серьезный бизнес был. Ну, есть, наверное, вы говорили про выручку больше 200 миллионов за какой-то год. Что сегодня с ним? Значит, это до сих пор, понятно, работающий, большой, серьезный бизнес. Получается, в этом году мы отметили семилетие. Значит, бизнес уже семь лет. Вообще, любой бизнес, продержавшийся два и три, это уже бизнес. Ну, да. Поэтому семь. Это правда уже бизнес, который держится. У нас работает тоже больше 50 человек в компании. Ну, я говорю, у нас, ну, уж прости, Регин, у тебя, у нее, у Регины работает. Понятно, я всего лишь добрый ангел-единорог, понимаешь, который там летает, иногда стреляет стрелами кому-то, кому нужно стрельность. То есть, иногда, значит, наоборот, гладит по головке, кого нужно, или еще что-то. Но при этом я уже, слава богу, не инвестирую, да, ну, то есть, компания работает сама по себе и израбатывает. Но, безусловно, вот смотрите, такие бизнесы, добрые бизнесы, добрые, они больше... Сахар, кстати. Не-не, сейчас объясню добрые, почему. Добрые бизнесы подвержены больше колебаниям того, что происходит в мире, в жизни и так далее. Почему? Потому что плохая ли ситуация, хорошая ли там, пятое-десятое, то есть, люди придут в бар и все равно выпьют. Ну, то есть, ну, вот, выпьют и по хорошему поводу, и по плохому, и так далее, да, вот. Они все равно выпьют, и поэтому барный бизнес всегда понятен более. Он ясен, его моржа понятна, то есть, там можно все прогнозировать и так далее. В сладком бизнесе прогнозировать очень сложно. Конечно, никто не отменял дни рождения. Даже, говорю, в любые времена, всегда у деток и у взрослых будут дни рождения, события, памятные свадьбы, еще что-то. Да даже просто подарить любимой девушке что-то из сладостей всегда приятно. Но, вот, допустим, та же пандемия, она просто напрочь убивает многие ситуации, потому что мы, безусловно, зависим от продаж, понятное дело. Это компания, которая делает продукт скоропортищей, то есть, которая живет три дня. И поэтому мы и гордимся тем, что мы без ешек, без загустителей, без заморозок, без всего этого работаем. У нас по-настоящему вкуснейшая и по-настоящему честная продукция. И поэтому точки, которые у нас были, было десять у нас точек по Москве в самых крупных футболах, такие как Депо, Усачевский рынок, Даниловский и так далее. Вот после пандемии из десяти осталось четыре. Мы все-таки приняли это для себя сложное решение, все-таки решили их закрыть, потому что все равно нужно, чтобы бизнес работал, а не выживал хоть каким-то образом. И поэтому мы оставили эти четыре точки и очень сильно раскрутили интернет-продажи. Поэтому сейчас все это работает, мы растем, планов очень много. Только, конечно, очень хочется, чтобы была возможность эту продукцию, как говорится, людям видеть. Потому что человек, который смотрит на это пирожное, он хочет его съесть глазами. Это очень важно. И поэтому мы, конечно, стараемся, чтобы интернет-магазин это позволял делать. Переделываем сейчас, делаем еще более вкусные сайты и так далее. Вот, понимаете, мы сейчас сделали коллекцию, которая называется «Полюби». Это коллекция, опять же, тортов пирожных восьмидесятых. И знаете, просто люди с ума сходят. От старого тортика «Ленинград», «Ленинградский», от птичьего молока, от каких-то простых таких позиций, как, я не знаю, персики с сгущенным вареным молоком. И они это видят и говорят, боже, мне бабушка делала, мне мама. Вот ради чего компания. Вы авторитетом не давите в этом бизнесе, например? Вот как делать бизнес с женой? Сколько я пытаюсь это делать, меня сразу жестко осаждают. Поэтому, поверьте, я еще тот подкаблучник. Кроме сладкого бизнеса, есть еще и агробизнес, называется «Вкус Карелии». Это клубничку выращивать. Тоже сладкий. Да, я открываю новые широты, новые какие-то возможности. Ну, как там, да, про яйца и разные корзины. Поэтому очень хочется, чтобы те какие-то идеи, которые я начинаю заниматься, они, кроме того, что приносили деньги, они еще вписывались в концепцию моего общего настроя. Потому что я, опять же, очень часто, очень часто отказываю людям, потому что предложения каждый день сыпятся. То на почту, то звонки, то по знакомым, то там какие-то предложения и прочее. И, поверьте, география огромна. От разработки алмазов в Африке, значит, какие-нибудь, я не знаю, там, колонки бензиновые, значит, заправки «Руки вверх» предлагают сделать в почти стране, до там, я не знаю, какие-то опять IT-новые, значит, технологии, криптовалюты и все прочее. И ты понимаешь, что, ну, блин, ну, это не мое. Ну, ну, то есть, ну, наверное, я бы просто мог бы просто там где-то выступить инвестором, еще что-то. Но я ничего не вложу туда больше. А это хуже всего. Если ты идешь в бизнес и туда душу не вкладываешь, да да все, до свидания, но ничего не получится. Нужно идти туда, во-первых, а во что ты веришь, что ты знаешь, и ты идешь с полной отдачей, с душой это делаешь. Вот тогда все получится. И будет, и новые краски откроются, и будет играть. И поэтому, когда я приехал в Карелию с семьей, и был август месяц, был практически середина августа, мы просто сидели, значит, на берегу озера, в маленьком ресторанчике с семьей. Вдруг подходит мужчина и говорит, Сергей, очень вас любим, ценим вашу семью, мы бы хотели вам вот просто небольшой подарок передать. И передает корзину вот такой вот клубники. Я смотрю, говорю, август, середина августа, клубника, ну все, отошла уже в июле, ну все, ну то есть, ну нет ее. Говорит, у нас карельская, ну там наш карельский сорт, я пробую клубнику и понимаю, что я вкуснее, я клянусь, вот на все камеры мира, не ел вообще в жизни никогда. Если вся семья, говорят, это что-то невообразимое. Я перед отъездом в Москву взял у них контакт, звоню, говорю, а можно в Москву еще взять коробочку? Это они, конечно. И на вокзал приехали, стоят. Вот такие люди, которые на тебя смотрят и говорят, Сергей Евгеньевич, пожалуйста. Я говорю, господи, у вас, ребята, просто обалденные. Это просто лучшее, что я ел в жизни. Я уехал в Москву, угостил своих. Вот, все попадали в обморок, сказали, это просто что-то невообразимое. Но съели за минуту, и в голове моей, как у творческого человека, творческого, не бизнесового, возникает вопрос. Но это круто. Вот это же из того же разряда дарить людям радость. Радость вот того мгновения, что ты ешь что-то по-настоящему вкусное. По-настоящему вкусное. Когда ты сам ешь и говоришь, что это, вау. Вот этот эффект, он все стоит. Больше всего на свете он нужен первый. И я в следующий приезд в Карелию приехал к ребятам и говорю, ребят, а вы не хотите стать больше, шире, крупнее? И я готов вложиться, я готов, расскажите мне. Они говорят, мы давно хотим, давно хотим на Москву выходить, давно хотим это. Но пока мы, кто мы есть, мы те, кто мы есть. Вот у нас есть столько-то земли, такая-то возможность и так далее. Я говорю, что нужно для того, чтобы мы делали больше? И мы ударили по рукам, и первый год мы разрабатывали некий план, некую концепцию. Закупили, значит, все нужное рассаду для того, чтобы посадить больше. И собрали первый, слава богу, огромный урожай этим летом. Мы поехали в Карелию, приехали, так сказать, на свои замечательные поля, отсняли красивый ролик. Это, правда, получилось настолько душевно, здорово. И я привез первую партию в Москву. 1200 килограмм, тонна 200 килограмм улетела за 2,5 часа, мы продали. Не по друзьям это мы продали. Например, мы встали на ярмарке и продали. Какое было метро? На Третьяковской. На метро Третьяковской встали на ярмарке продуктовой, которая была, за 2,5 часа продали. А привезти-то полторы тонны, это не в пакетики привезти вот так. Это опять большая серьезная история. Рывшие ажаторы, логистика, дорога, собрать, люди на полях и так далее. В прошлом лето в Карелии была ужасная днень и погода. И половина, там, четверть или половина урожая просто прокисла из-за того, что были болота на полях. И ягоды, к сожалению, мы сняли не столько урожая. Но мы понимаем, что даже при всем при этом, это настолько доброе, опять же, прекрасное дело. На нас вышли уже и пятерочки, и сети, и питерские. То есть, агрохолдинг, может быть, будет. И все хотят. Мы, конечно, хотим расти туда. Учитывая то, что в наше время сейчас любой российский производитель поддерживается. И, на самом деле, надо отдать должное. Хоть наконец-то взялись за то, чтобы помогать людям. То есть, те, кто хотят заниматься хозяйственной деятельностью или производством чего-либо. Потому что импортозамещение должно быть. Потому что, простите, пластиковая клубника из Америки или откуда она приходит, но это же реально есть невозможное. Она просто резиновая. Мы все это знаем, но просто ее кушаем. И поэтому, когда ты ешь по-настоящему шикарный продукт, за него и гордо, и честно. И вот почему я вот такие бизнесы обожаю. Но он еще не прибыльный, этот бизнес? Он даже уже в этом году был прибыльным. Мы порядка 4,5 миллионов заработали за это лето. Поэтому сейчас готовим понимание, как в этом году мы будем делать и как расширяться. Я думаю, что мы в этом году отработаем на том, что есть. А к следующему году мы еще, я думаю, порядка 10 гектар точно засеем, чтобы можно было уже выходить на какой-то уровень оптовый. Потому что, понятно, сейчас очень смешная история. Вы не поверите, это может быть только в нашей стране. Расскажи, кому никто не поверит. Значит, точка у нас в Петрозаводске. Петрозаводске, клубничное это. И, значит, клубника заканчивается. Вот, люди стоят и типа, а-а-а, закончится. Они говорят, ну, подождите, через 2 часа машина придет. Там же поближе возить к себе в Петрозаводске. Поэтому они говорят, хорошо. И люди что делают? Они кладут, значит, камешек, и под него кладут 500 рублей и оставляют, занимают очередь. И лежат камни с кучей денег. Вот так вот. То есть люди настолько хотят именно эту клубнику, что они говорят, не могу столько стоять. Дайте, как придет, вот я первая. Вот возьмите денежки, мне отложите. Понимаешь, сразу. И вот я говорю, когда ты кайфуешь от того, что делаешь, это просто великая сила. Великая сила бизнеса это делать. А когда ты ничего не понимаешь, то, наверное, тебя и надурят. Ну, мне кажется, всегда так произойдет. Помимо этого еще продакшн вы запустили на пандемию. Ну, это вообще святое дело. Это моя мечта сбывшаяся. Наконец-то. Руки Верх Продакшн родился как раз в самое сложное время, в пандемию. Когда мы сели дома и отменили все концерты на полтора года у Руки Верх. Вообще все. Вообще все туры, все стадионы, все. И когда мы выпускали, выезжали по пропускам из дома, вы помните, и когда реально моя вся семья отлежала страшным ковидом в больнице. То есть все от жены, там, значит, там, мам, там и так далее. И когда я просто в страшном ужасе, ну, все не знали, что тогда делать, надо было вот это вот психологически защитить самого себя и не сойти с ума и чем-то заняться. И в тот момент мы начали с детьми записывать сказки дома, аудиосказки выпускать просто для людей в сеть. Ну, чтобы, ну, вот мы сидим дома, да, вот все, вот это кошмар в четырех стенах. И, конечно, вот это отвлекало. А потом я подумал и думаю, а нет ли возможность, вот всегда говорят, кризис, время возможности. Ну, вот правда это. Что большие бизнесы рождаются в кризисе. Напишите, да, это огромные заголовки. Потому что это правда. Абсолютно всегда все мое большое рождалось в кризисе. И, соответственно, в этот момент я подумал, а вот ведь, Сергей, ты помнишь, всю жизнь жаловался, у меня нет времени на свои проекты, на то, что я бы хотел реализовать, но у меня же гастроли, у меня же куча всего этого, я не могу. Ну, вот, у тебя появилось время, вот давай реализовывай. И я достал все свои наработки по моим задумкам по кино, по сериалам, по шоу, которое я хотел делать, по мюзиклам. Я сел, структуризировал это все, подумал, что будет сейчас интересней. И решил сделать вот такую легкую, добрую историю про отшельника, который сидит в студии и пишет всем песни, и ни разу не выходил на поверхность уже 20 лет. Евгений, что ты гений. Песни его звучат из каждого чайника. Крошка моя! Я по тебе скучаю! Нужен звук моря. А зачем так делать? Это же каменный век. А как еще? Я прямо начал у себя в офисе, в комнатке выстраивать эти декорации, построил. И через два дня прорвало все батареи и полностью уничтожило всю аппаратуру. Прям студию выстроил старую, купил старую всю технику на Авито. Все. Уничтожилось. Ковры. И вот это все прогнило. Прорвало кипятком. И я понял, что, видимо, Божник сказал, не надо здесь это делать, вот в этой маленькой комнатке, где с гнилыми трубами. И я взял и вложил свои деньги, порядка 7 миллионов, в производство прям первой полноценной серии сериала «Пилот». Вы на свои деньги сняли «Пилот». Я на свои деньги снял «Пилот», я на свои деньги собрал команду, мы собрались с единомышленниками, написали сценарий. Мы это все сделали, мы это сняли, мы взяли готовую серию, смонтировали, принесли ее на телеканал «Пятница» к Николаю Картозе, который управляет каналом. И через 10 минут мы продали сериал на телеканал. Хватило 10 минут, чтобы люди сказали, вот вау, это то, что вообще нам очень нужно, это просто мегапродукт, давайте снимать весь сезон. С этого момента закружилось и закрутилось все так, что в сухом остатке, чтобы вы понимали, прошло два года, прошло два года, мы сейчас находимся в производстве двух сериалов для канала СТС, одного сериала для канала ТНТ, двух полных метров художественных фильмов. Мы сняли еще второй сезон «Евгенича», мы сняли еще один сериал для ВКонтакте, мы сняли массу каких-то мелких, небольших проектов, и в разработке находится порядка 15 проектов, в которых мы собираемся дальше работать с платформами, с другими какими-то телевизионными каналами и так далее, за два года. Да, я не могу похвастаться сейчас мега-прибылями, потому что в кинобизнесе и вообще в этом бизнесе оно исчисляется немножко по-другому. Это долгие деньги, которые ты закапываешь на какое-то время, потому что производство там тому же фильма может идти полтора года или два сериала, точно год и так далее. Один сценарий пишется полгода, и поэтому, конечно, но наконец-то моя мечта исполнилась, и я в своей стихии, я в своей стезе, потому что то, что нельзя передать зрителям на концерте, я могу теперь аудиовизуально сделать образами в своих фильмах, в задумках и так далее. Мне очень приятно, что все люди с телевизионного бизнеса приняли нас в свою семью сразу же, хотя, поверьте, молодые продакшены не особо гладят по головке и еще дают им время как-то там закрепиться на рынке, показать себя, но то, что мы сделали с Евгеничем, с тем же сериалом, который набрал там безумные цифры по показам и так далее, стало понятно, что люди поняли, что игрок на рынке появился, и думаю, что это то, чем я буду заниматься еще очень долго в ближайшее время, потому что понятно, что музыка с физической точки зрения не вечно, в смысле меня, как физического человека, который может быть в какое-то время скажет, ну, ребят, давайте пару концертов вместе, а продюсировать, креативить, заниматься тем, что создавать что-то, это умение никуда не денется, поэтому мы в грандиозных планах и очень надеемся, что будем радовать людей вот теперь еще и, значит, хорошим кином. Непорцы. Евгенич, он все-таки такой гений, да, его нельзя назвать таким коммерческим саунд-продюсером, как, я не знаю, Тимболэн, какие-то западные такие персонажи. Вот по-вашему, что сегодня в музыкальной индустрии рулят? Какая-то гениальность продюсера, артиста, или можно совершенно коммерчески к этому подойти, накинув тренды, современное какое-то звучание, провокационность? Ой-ой-ой. Знаете, мне вот порой кажется, что я, может быть, как их называют, этих людей? Ну, в общем, я очень жесток в этом отношении, по отношению к музыкантам, коллегам, и поэтому я вообще считаю, что называться музыкантом может человек минимум закончивший, хоть какое-то музыкальное образование получивший, понимаете? Все остальное это, я не знаю, диджеи, любители, все что угодно, но только не музыканты. Почему? Потому что, вот представьте себе, ну вот правда, огромное количество людей проходит музыкальной школы семь лет, музыкальщик четыре года, высшее учебное заведение еще четыре, а то и пять, и вот они, образно говоря, там практически 15 лет своей жизни посвящают музыке, какой-нибудь скрипке, балалайке, я не знаю, вокал или чему угодно, и после этого поют, соответственно, в, я не знаю, в каком-нибудь детском утреннике роль зайчика, и вот на этом все заканчивается. И в то же время девочка или мальчик, которые научились открывать программу Fruity Loops, нажимают кнопку, говорят 15 матных слов, и утром вдруг почему-то такие же 15 тысяч или миллионов таких же мальчиков и девочек вдруг считают, что это вам хайпово и прикольно, и это вдруг зарабатывает деньги и так далее. Конечно, времена странные. Вы это осуждаете? Нет, я говорю, времена странные, и поэтому, если бы меня раньше спросили, как раскрутиться, я бы точно никогда в жизни не ответил, пишите все подряд и выкладываете в интернет. Такого слова не было. Мы для того, чтобы песню услышали в другом городе, выпускали кассету, она ехала на фуре физически в другой город, и там ее покупали, только тогда ее могли услышать. То есть до Владивостока там 9 дней, только через 10-12 дней альбом попадал туда. То есть не было возможности нажать кнопочку и ее послушать. И поэтому было все честнее. То есть, понимаете, музыка была честной, она была настоящей. И поэтому глупо брюзжать по этому поводу сейчас, не говорить, какой кошмар, все так ужасно сейчас. Если бы не под камеру, вы бы побрюзжали. Не, не, а я и так брюзжу, как вы видите. Просто я говорю о том, что мне обидно, что реально очень хорошее, огромное количество хороших музыкантов вообще нигде не проявляется и не получается. А огромное количество бездарностей, смотрите сюда, они все в топах и так далее и тому подобное. Я так считаю, это тоже нормально, потому что у нас такое время. В 90-е, наверное, так и про вас думали. Музыканты, которые консерваторию закончили, вот появился жук. Только давайте, как я, 15 лет отучимся музыки и поговорим. А это что? Это вот дань какая-то? Просто профессия? Это то же самое, как пилот самолета. А у тебя сколько на лед? Один час. Ну, полетели, ребята. Эй, пристегнитесь. И ты говоришь, что ему? Эй, подожди, братан. Ты что, час всего летал? А я хочу летать с профессионалом. И я хочу тоже идти на концерт музыки и слушать профессиональную музыку, а не слушать то, что я левой ногой в 95-м мог написать еще, я не знаю, будучи, когда мне было 20 лет. Вот, я говорю, сейчас время быстрых, быстрых песен, быстрых денег, быстрых историй. Сколько держатся песни сейчас в чарте? Скажи. По-разному. Я вот смотрел ваше интервью Алене, вы говорите, что она держится месяц. Но я не соглашусь, есть песни, которые... Ягода Малинка два года, хорошо, вот последний пример большой, может быть. Все, все остальное нет. Но вот, и это максимум, вот на пальцах руки сосчитать хитов за последнее десятилетие, которое мы все помним сейчас. Все остальное, но это же правда конъюнктура, то есть это же правда, ну, хорошая музыка на сейчас, и поэтому нас также называли группой-однодневкой в те времена, и это прекрасно. Тем более, а заметьте, я же не сказал ни разу, что руки вверх классная музыка. Вот заметьте. Руки вверх это бескусица? Нет, я конечно не надо. Я не сказал ни разу, что это классная музыка. Я сказал, это музыка, которая реально смогла быть для людей своей, народной, любимой, и так далее. Но я никогда не говорил, что она мегапрофессиональна, или там, я пою как, я не знаю, там, какой-то оперный певец, или там, у меня 15 октав, или еще что-то. Нет, но, во всяком случае, я хотя бы, это правда, написал собственными руками, и сидел, это делал, да, вот это все свои 26 лет. И поэтому я хотя бы знаю, о чем рассказываю вам. Вот. А когда можно просто сейчас спокойно, я не знаю, сказать, нечленораздельный текст, который даже перевести-то, то есть, собственно говоря, очень сложно, и выпустить таких песен целый альбом, ну, наверное, я говорю, вот опять же, значит, такое и поколение сейчас. А можете нечленораздельно? отметить три вот поп-артиста современных, кто вам симпатичен? Гурченко, Кобзон, не напрягайся, прям, почему же? Хороший современный артист. Я тоже думаю, что да. Значит, в широком смысле слово современное. Современное, значит, Хамалина Ваи, Джонни, я очень люблю Бахти, хотя он не так, может быть, не хватает таких звезд, как все остальные артисты, но как мелодист шикарный, мне нравится. Это все кальянный рэп, Сергей, получается, вам нравится кальянный рэп? Почему нет? мне нравится Клава Кока, как безумно работоспособная девочка, которой можно только позавидовать и пожалеть, потому что она работает так же, как мы в свое время в 98-м, без остановок, круглогодичная, кругломесячная, каждый день, и много общаясь с ней, я вижу, насколько человеку отдается этой работе, например. И при этом, при всем, опять же, есть, например, совсем странные ребята, ну, Моргенстерн, или такового говорите? Не слышу? Моргенстерн, слава Мерлова. Такие странные слова у вас. Нет, я говорю, я говорю про более странных людей, ну, тех же Little Big, там, или еще кого-то, то есть, людей, которые экспериментируют со стилями, там, мы же на Евровидение готовы были отправить, если бы не пандемия. Ну, чего же не отправили-то? Ну, пандемия, ну, так надо было свое провести, как вот мы. У вас какая-то обида чувствуется как будто? На кого? Вот на молодежь чуть-чуть, нет? Нет, у меня нет обид на молодежь, у меня есть обида на вас, вот, потому что вы задаете вопросы, все время пытаетесь меня вывести в какой-то клинч с молодежью, а я же самый молодой, смотрите, у меня даже седых волос всего три, вот, раз, два, и вот. Не парцы. Почему вы так заходите в проекты? Большинство звезд торгуют именем за пять процентов, я условно говорю, а вы прямо глубоко погружаетесь вот в свои бары, в продакшн, вы со своим продакшном все делаете, то есть не вы просто звезда и автор сценария, а все люди там, условно, ваши, с музыкой, это понятное дело, ну, вообще, почему такой подход заходить не только именем, но и деньгами, и ресурсом своим личным? Смотрите, ну, во-первых, вот, в детстве, в детстве, допустим, у нас был пример, там, например, папка, да, ну, папа, например, мог на собственном примере показать тебе, что хорошо, что плохо, ну, например, если там нужно отучить тебя курить, он тебе говорил, на тебе, Беломор канал, кури, и ты курил, у тебя потом горлодер такой, ты кашлял, там, блеешь, а он говорит, вот это будет, когда ты будешь курить, понимаешь, ты на собственном примере понимаешь, вот как это, или наоборот, он берет и, там, образно говоря, голыми руками собирает дом, да, и так далее, ты видишь, как папа на собственном примере показывает тебе, что значит умелые ручки, да, или как быть мужчиной, или что такое, там, доброта, или прощать, или еще что-то, мы все это от кого-то видим, когда я показываю пример людям, которые со мной работают, они воодушевляются, они видят, что мне не все равно, это очень важно, важно вложить свои деньги и показать, что я не боюсь, я верю в эту идею, я тебя верю, и в тебя верю, и в тебя, и твоя идея классная, иначе бы я это не делал, иначе бы я сказал, классно, возьмите мое имя, напишите там, вот все правильно, но когда ты веришь и заражаешь всех вокруг этим уверенностью, спокойствием, они идут с тобой хоть куда, они хоть за каменной стеной себя чувствуют, и им классно, они говорят, наш папа, они все говорят, о, батя там, у меня батя, батя меня, Сергей Евгеньевич, там это, потому что... Вас батя называют? Ну, батя говорят, да, папка там, понимаешь, потому что я говорю, вот это важно, им важно, что они не одни вообще, это все, и когда я говорю, так, я сам поеду туда, на канал, я сам буду разбираться, я сам буду вас отстаивать, понимаешь, режиссера, или там кастинг, или еще чего-то, они говорят, слушай, вот сразу видно, что это, нам, мне устраивают всевозможные там проверки, да, ну, то есть приезжаешь на какой-то 11 канал, и там генеральный директор канала говорит, Серега, ну, супер, там, обожаю тебя, люблю, там, ты классный, это, ну, что, снимешь, значит, давай, три миллиона за серию, сериал, да, как вы там умеете, да, это я говорю, нет, не три, простите, да, говорю там, не три, а сколько, а сколько, я говорю, семь, десять, да, вот так он, а, то есть мы шарим, да, уже, но он понимает, что вот так просто не проезжает, что я не, поговори со мной обо всем, я тебе все расскажу, от производства, от продакшена, от погружения, от читок, мы все прошли, от и до, от сценарной заявки, до всего окончательного, это сдачи проекта на АСПЭД, поэтому, ребята, когда я хочу что-то знать, я полностью ухожу туда, и поэтому вот я говорю, я сейчас счастливейший человек, который занимается тем, что очень любит, в том, что очень знает, а где не знает, я очень люблю учиться, и поэтому я с удовольствием окунаюсь, например, в ту же киноиндустрию, с удовольствием хожу, встречаюсь с большими режиссерами, с продюсерами, хочу там быть с ними на съемках, учиться и так далее, и кто знает когда-нибудь, может быть, да, я смогу еще дальше шагнуть. Не парцы. Что для вас значит деньги? Это возможность жить так, как хочется, и как нужно для того, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Самый большой заработок с одного концерта? Наверное, миллионов 10. Долларов или рублей? Рублей. Лужники – это 10 миллионов рублей всего? Лужники – это, кроме заработанных денег, это еще 80 миллионов вложенных денег. Ого, 80 миллионов. Именно. Давайте просто всегда забывается то, что ты вкладываешь, и поэтому не важно, сколько ты заработал, важно, сколько у тебя вообще кейс этот весит, что называется, потому что, я говорю, можно было бы, конечно, выйти на сцену, поставить клавиши, я бы постоял, попрыгал за ними, и не было бы ни экранов, ни звука, и ничего. И тогда я заработал, наверное, 80-10 потратил. Но когда ты вкладываешься для того, чтобы сделать лучшее шоу, ну, вот получается так, что тебе приходится вкладывать. Можно ли бизнесу научить? Нет. Вот эти все, конечно, бизнес-инструкторы и бизнес, особенно YouTube-блогеры, это пипец полный, конечно. Знаете, что можно научить? Научить можно математике, наверное, точным наукам, еще чему-то. Для того, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно еще кое-что, наверное, чуйка, наверное, внутренний стержень, умение рисковать, умение не бояться чего-то, трудностей, ну, и, наверное, даже самое главное, не деньги, которые нужно вложить, а то, что ты должен просто ответственно понимать, что за этим будет стоять, да, бессонная ночь, я не знаю, там, еще что-то, проблемы, забота и прочее. И как может быть вдали светящийся огонек маяка удача, а может быть и нет. И поэтому научить этот маяк до него добраться, это, конечно, очень сложно. В крипту верите? Были времена, я верил, потом не верил, потом, я честно скажу, я не подгружался настолько глубоко, как мои очень там близкие знакомые, то есть они меня консультируют во всем этом, то есть я провожу через них какие-то там некие нужные мне операции, вот, но играть на этом или там жутко в этом там зависать, я бы не сказал, что я могу вообще что-либо об этом рассказать, но, наверное, наверное, это абсолютно правильный, нормальный итог современных реалий, да, что перекос в сторону вот этого, конечно, будет происходить, технологии и так далее. Самый легкий и большой заработок? Ёлки-моталки. Ну, вы знаете, самый легкий заработок для артиста это какой-нибудь возможность поздравить кого-то. Привет, Петя, с днем рождения! Тебе, бац, скинули миллион рублей. И спасибо, спасибо, но я просто отказал сразу всем, все вот знают, что я не делаю таких вещей, потому что я не для этого на земле родился, чтобы там по сто тысяч там собирать с детей на поздравления, но нет, вот просто прям вот не хочется, и я лучше это сделаю бесплатно, вот если тебе очень надо, ради бога. У меня очень часто люди пишут, я говорю, ой, не надо никаких денег, дай просто скажу, и все. Поэтому это самое легкое. А самый трудный и долгий? Самый трудный и долгий, вот вам, пожалуйста, любой из того, чем я занимаюсь. Ты, когда запускаешься, заходишь в бизнес, его надо выстроить. Самый трудный, это, конечно, руки вверх, вообще музыкальная группа. Ну, попробуйте предположить, что песни будут популярны. Ну, кто вообще вам скажет? Кроме боженьки, никто вообще никогда не может вам предсказать ничего, никакой формулы не существует. Что вы можете посоветовать молодым предпринимателям, которые смотрят это интервью, и в смятении, что сейчас делать? Время супер нестабильное, непонятное, сложное, для многих депрессивное, стрессовое, я уверен, для вас тоже, хотя вы очень позитивно выглядите. По счастливой случайности это были очень удачные годы, и мы росли. Так бывает не у всех, и так бывает не со всеми ребятам. Вся молодежь сейчас имеет больше шансов, чем мы когда-то. Хотя бы потому, что я по своим детям служу. В России, я вот уточню. Да не важно, вообще не важно. Абстрагируйтесь вообще. Мы ничем не лечаемся от других, вообще. Мои дети собирают карточки покемонов и уже точно заявляют мне, что за миллион долларов продадут эту золотую, которую там нашли. Она напечатана в Китае, и понятно, что таких напечатано миллион, но все они слепо верят и вообще без проблем для них. Давай, сейчас заведем аккаунт, выставим, сейчас кто-то купит. Они в это верят. Мы бы в жизни не поверили, что кто-то купит. Мы долго бы думали. Они сейчас быстрее, они сейчас легкие на подъем и так далее. Что касается советов, я вот честно скажу, но ты правда никогда в жизни ничего не добьешься, не попробовав. И если ты хоть раз в жизни не потеряешь деньги, не ошибешься и не обожжешься, ты не бизнесмен. не бывает выигрышей без проигрышей, не бывает никаких успехов без падений, не бывает. Тебе надо на чем-то учиться, не на чужих ошибках, на чужих понятно, но на чужих нельзя только учиться. Тебя должно больно долбануть, чтобы в следующий раз ты это понимал. Только так. И поэтому не надо вбухивать все сразу, не надо там взять, а я все ввалил в крипту, завтра обвалилась, понимаешь? Не надо делать так. Так ты попробуй, раздели эти деньги, дифферсифицируй это сюда, это сюда, подумай, вот на это я куплю 10 кроссовок, продам здесь, вот тут, я не знаю, тут я попробую купить валюту, здесь поиграюсь в NFT, здесь я там, я не знаю, куплю акции, а здесь просто похороню дома или куплю юани. Поэтому надо просто не бояться это делать. И я абсолютно уверен, что у нас очень много умных, хороших, интересных ребят, и девчат, за которыми будущее. И если раньше кумовство, какие-то там еще вещи очень многое решали, то сейчас, простите, любой мальчик может просто владея возможностью выхода в интернет совершать большие и интересные истории и бизнесы. Поэтому, как это говорится, дорога покориться только тем, кто осилит идущий, только те, кто идут. Поэтому не стоять на месте и идти. Что за часы? Пягота. Любите люкс? Нет. Практически все мне подарили, поэтому я счастливый человек, мне дарят часы. Спасибо за это интервью. Сергей, было круто. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok